так пришли мы сюда с вами за петлями здесь тоже свалка надо все пион видите мешок дубового цемента я его конечно не вынесу давайте глянем что у нас здесь что-то такое промывочная жидкость не разбираюсь я в этом всем газпром масло тоже наверно выкинуть надо потому что у меня сейчас масло другое а это что ой-то сол понятно еще на украинском охлаждаю очередная нового поколения так волга oil что только нет в этом доме тоже непонятно что наверно какое-то непонятно масло на трансмиссионное вот это мне не надо стоит дальше тоже видите краски всякие надо это все тоже перебирать тут я баночки складываю вообще раньше здесь мокро было сейчас сухо там есть какое-то пятно на камеру видно как пятно а так вроде сухо вот здесь раньше тоже вода стояла сырость была вот но когда крышу перекрыли поменяли крышу крышишь по-другому вообще была сложена и все текло с крыши под стену вот под эту стену текло тут стояла вода вот там если видно поржавела ножка видно вам вот сейчас крышу перемен переделали ножи как год получается даже больше года крышу переделали да и и здесь стало сухо в подвале так а мне надо знаете что мне надо петли посмотреть вот это я сейчас возьму с собой так мне надо петли для теплицы вот здесь ящичек я с электрикой сложила но мне тоже это все не надо это покупал бывший муж я вот так теперь использую этот мешок дубовый вынести я его не могу вот это все бывший муж покупал найти грубо говоря килограммами на вес вот он всякой всячина видите гвоздей куча там куча гвоздей везде еще где-то ящики с гвоздями короче вообще кучи гвоздей вот так видите вот это я вижу это мне надо будет тоже заберу так 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 ласты надо выкинуть тоже будет и здесь надо тоже перебирать выкидывать воронка есть какая прелесть воронка так это у нас диск пильный по дереву какая прелесть вот он мне нужен будет тоже дальше о петли петли так петлюши петлюши скобы для степлера но ты то что это такое надо выкинуть тоже надо отдельно короче расплавляться о слушайте ручки дверные я их как раз искала каких так не заметила дверные ручки три-четыре штуки новые все новые тоже заберем димчик вот такая есть штука и такая есть штука ну конечно тут же хранится все шум не попадя так петли вот эти я возьму барахла тут очень много дим пахнет зайка подожди котик мы так вот это подходит подходит до заберем заберем и сейчас еще одну сейчас подожди димусь я выйду и все расскажу хорошо теперь вот это есть подходит подходит кривое ну блин даже не знаю а я чё снимаю дачу снимаю непонятно короче подходит подходит тоже беру с собой так очень две маленьких 2 побольше пусть будет петли я нашла дверка ручные тип нашла что мне еще надо было а шпатель я хотела тут у меня посуда стоит у нас одно время илюша кружки сильно бил сильно сильно бил кружки я накупила с перепугу много много не так уж прям конечно и много запчасти от люстры надо уже их выкинуть тоже так что мне еще нужен дешне взять то шпаты кисти тоже килограммами на вес где-то были несколько шпатулей я их найти не могу не могу так это у нас всякое такое трубы водопровод ладно все пошла не хочу больше здесь находиться подставка от телевизора знаете что это мыло большой мешок бывший муж принес зачем так вот такая есть штука вот это вещь хорошая так ладно все и это тоже вещь хорошая куплю болгарку буду пользоваться так тормозная жидкость вот эта отработка стоит тоже надо и вывозить так тоже я мастерила когда-то ножовки полуманные ключи ладно инвентарь некоторые их ладно потопали пошли пока стоим на светофоре хочу вам кое-что показать смотрите темное табло видно поворотник мигает блин у него видно да все и перестал работать дворники работает но вода не льется короче перестала водолиться и все потухло короче вот тут все все потухло посередине и не льется вода вам короче по ходу что-то с электрикой трындец у меня машина не заводится это скорее всего щетки стартер не знаю так саша сказал а вот муж бывший тоже приезжал что-то с ним заговорили а я ему для топлива такую жидкость незамерзайку отдала на что ты мне отдала ты ты не пользуешься а я нет я она у меня в мороз просто не заводится поэтому как бы не в топливе дело короче а вот он это что такое ну вот так и так наверно стартер плюс у меня сейчас стало скрипеть что-то при поворотах руля скорее всего что это гур а жидкость там есть но скрипит извиняюсь поставила навигатор включила навигатор сейчас еду в город вот и короче и сейчас вот это вот фигня еще надо машину ставить в ремонт причем срочно а еду я сейчас знаете куда на собеседование хочу попробовать устроиться на работу зарплата маленькая но там рабочий график время мне подходит то есть и утром не рано и вечером не поздно поэтому пойду попробую а вот чё и выйдет толково из этого там посмотрим ну зарплата конечно да такая себе ну в общем решила сделать себе смену обстановки выключаю потому что он меня уже саму задолбал припарковалась заглушила смотрите опля слава богу интересно поливать будет по идее там вода должна быть чё она не льется лилось живот я ехала но лилось надо будет на обратном пути заехать купить не замерзайку обязательно пироги печем сегодня у нас с яблоками а позавчера 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 был с абрикосами домашними нашими своими но не только летом с дерева летом собрала и заморозила очистила от косточки порезала на половинки и заморозила ну что ну подгореть он не подгорел ну симпатичный так получился пирог не знаю как на вкус сейчас остынет будут пробую снимать ой сжимай пальчики кулачок сжимай разжимай доброе утро мы с димой уже сходили в к педиатру сегодня и сходили как вы видели в клинику ну частная клиника сдали анализы еще одни анализы в общем педиатр оставила его еще на неделю дома через неделю надо будет прийти на прием лечимся то есть то лечение которое написала гастроэнтеролог то лечение которым написал нам лор то лечение что написала им ему пульмонолог то лечение что написала педиатр мы это все принимаем лечимся пиём кашель пока что есть но опять же такие непонятно то ли это от остаточная от простуды то ли это вот то же самое ну фиг его знает такие вот дела пироги в общем сидим еще неделю дома вот и опять же таки вроде как лечимся 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 а конкретики особо никакой до улучшения есть но и все погода у нас сегодня первый день наладилось потеплело сначала шел снег с утра сейчас дождь уже моросит откосы я не делала надо сделать откосы потом созвониться с мастером договориться на какой день на какой день на какой день в общем когда он придет ставить решетку варить ставить решетку по поводу работы я до сих пор в растерянности я не знаю что мне делать эта работа будет с понедельника по пятницу пять дней в неделю с половиной десятого до половины шестого зарплата маленькая но и работа там небе и лежачего почему мне я за этот месяц нашла три объявления первое объявление повар я не повар но повар на раздачу ладно но они там требуют от года до трех лет опыт работы плюс место такое но в принципе недалеко от детского сада в принципе доехать на автобусе можно тот маршрут который ходит к нам на даче он же едет и туда но поскольку я все-таки и не повар и опыт работы несколько лет требуется я оставила этот вариант ну скажем так отмела ему дальше еще одно было объявление склад констоваров в родну как бы и недалеко но туда я могла бы доехать только на машине то есть если сломается машина туда не доберусь но ни на какой козе не доеду на машине можно по сокращенке грубо говоря почти напрямую а если на маршрутках то с пересадками через город и потом еще пешком в принципе немного но сам факт сам факт что без машины не доедешь и там и там зарплата ну по севастопольским меркам для женщины 22 22 по моему зарплата у них там было да вот нормальная зарплата но у них плавающие выходные рабочий день также с 9 до 6 но плавающие выходные то есть договориться стабильно чтоб суббота воскресенья были моими нет мне естественно это не подходит потому что мама есть но она не всегда может приехать быть с детьми она тоже работает и третье объявление которое я нашла магазин коцтоваров район достаточно близко но все эти районы это вот в пределах скажем так наверное 6 8 километров от детского сада то есть все раскидано и школа и садик но в принципе если по кругу брать а точечно от точки до точки допустим что от школы до сада там километров 6 примерно что от школы до работы то же самое примерно так же что от сада до работы получается примерно это все в районе ну примерно в районе 6 8 километров удобное местоположение то есть а детского сада постоянно ходят маршрутки прям потоком то есть это одна из основных улиц ну не одна естественно улице но маршрут маршрутки идут постоянно из камышей в центр и они идут постоянно потоком и туда и обратно магазин на территории университета работа в основном на переменах то есть пока идут пары затишье время рабочее с половины десятого до половины шестого но зарплата маленькая по мроту что делать не знаю с плавающими выходными не вариант устраиваться опять искать работу два через два с утра до позднего вечера до ночи до до ночи уже извините 10 часов это ночь тоже не подходит мне этот вариант мы так мы я больше года проработала мы с мамой замучились и я замучилась и мама из деревни ездить замучилась и работа очень тяжелая искать работу в общем для пятидневки да но это маленькая зарплата я не знаю мне прям и дети мои постоянно по поликлиникам по больницам я не знаю что делать вот сейчас диму записала педиатр на следующую среду на 24 число на 15 с ним там с минутками если я буду на работе я не знаю кто поведет но кто его поведет педиатру вообще не представляю вообще не представляю я не знаю что делать и на алименты мы не проживем но на алименты очень тяжело жить до алименты хорошие я не спорю пока элементы так вообще прекрасные но если я не буду работать то нам на троих это еще саша с нами живет он оплачивает коммунальные он покупает продукты он оплачивает там текущие ремонты какие-то но стиралка поломалась он оплатил ремонт вот там еще что то то я плачу то он платит более ломался я поплачивала на немало холодильник ломался тоже я нанимала электрику в общем получилось 11 с половиной тысяч или 12 с половиной полом 11 с половиной шесть тысяч саша добавил то есть саша помогает вот а если я сама жила конечно я вообще не потянула бы мы в этом месяце в этом месяце диме на лечение обследование лечения ушло десять с половиной тысяч я в такой растерянности я даже не могу описать у меня несколько дней просто я в такой растерянности у меня нечто среднее между паникой и истерикой да и в отношениях у нас тоже непонятно что никакой серьезности никакой стабильности и конечно меня это тоже напрягает я постоянно из этого нервничаю я и отношений таких не хочу и и саша об этом знает я хочу нормальных отношений будь здоров будь здоров хочу нормальных отношений я семью хочу хочу чтобы мой мужчина обо мне заботился настолько насколько я в этом нуждаюсь саша постоянно где-то пропадает его все время нет я это озвучиваю потому что я в принципе об этом обеседую с сашей постоянно ничего в этом зазорного нет да саша неприятно что я об этом говорю ну если не хочется жить нормально не надо как-то душу отводить вообще на самом деле отношения они не такие плохие как могли бы быть но и не такие хорошие как хотелось бы и как могли бы быть я не считаю такие отношения нормальными я считаю что если мужчина живет женщиной то он должен они заботятся и вот это все у меня накопилось я не знаю что мне делать с отношениями потому что они меня не устраивают я не хочу таких отношений я хочу нормальную семью полноценную я хочу чтобы мой мужчина заботился обо мне как мой брат заботиться о своей жене я замуж хочу замуж хочу представляете я еще родить могу мне еще не поздно я еще ближайшие два-три года может быть и родила бы а я саше уже несколько лет думаю на хрена мне это надо и у меня паника у меня просто паника больницы поликлиники черти что в отношениях черти что в доме черти что с домом с ремонтом вообще какой-то хаос в жизни полностью как навести порядок я не знаю я вроде что-то делаю делаю копошусь 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 а в итоге получается на одном месте я хватаюсь там там дети учеба больницы работа дом ремонт уборки все на мне я за все хватаюсь я ничего не успеваю я как будто бегу на одном месте я как будто бегу на одном месте я запыхалась я устала у меня сил нет я хочу упасть и плакать а я с места не сдвинулась это ужасно это ужасно и отвратительно что присасываются такие мужчины которые понимают что он может тебя держать на расстоянии локтя или на расстоянии вытянутой руки и не к себе не подпускать и не отпускать никуда ты не денешься как бывший муж тоже самое саша сейчас бывший муж говорил куда ты денешься с голоду сдохните потому что человек понимает что материально женщина с маленькими детьми несостоятельно не самостоятельно и зависимо типу тем более живя не в шаговой доступности цивилизации социума а в заднице как я если мы жили где-то на квартире в городе в нормальном районе было бы намного проще и работу найти и садик школа под боком все было бы рядом они так что я разрываюсь я не знаю что мне делать как мне найти работу так чтоб я могла детей развозить по разным районам почему районы разные потому что прописки у нас нету все территориально закреплено и вот куда попал туда попал куда взяли туда и пошел и то же самое саша он не так не говорит но он это прекрасно понимает что я материально недостаточно и та помощь которую он мне оказывает ну просто как бы в обмен на проживание но это не отношения это не семья это не семья а чем я хуже других женщин разве я не заслуживаю нормального отношения к себе идем с димкой покупать на кассу дем взяла шпат или зубила и взяли клей с блестками для пистолета для для творчества мы сейчас делаем с мальчишками сувенир на день святого валентина на 8 марта вот и может быть этот клей используем здесь но в этом для для этих сувениров потом вам покажем погода сейчас наладилась поэтому я хочу но надо же уже откосы сделать а потом решетку а я не могу шпат или найти были шпат или дома и мальчишки куда-то их позасовали и зубила тоже не могу найти ну возьми ну возьми две одну себе одну илья посмотри одинаково или разные да ну все бери забрала я оверлок свой все мне его поремонтировали единственное что вот здесь не хватает ну как винт винт вот я четко четко помню точно помню что я оставила там должна быть прорезь вот видите этот штырек там была прорезь то есть какая-то была деталь с прорезью ставишь отвертку вставляешь крутишь и регулируешь давление лапки на ткань то есть если ткань эластичная снижаешь давление если ткань плотная то не плотно они эластичное то давление увеличиваешь вот не знаю мастер говорит я разбирал а там даже нету под этот винт никакой резьбы ничего выиграть что-то путайте а у меня одно из условий покупки было как раз таки регулировка давления лапки на ткань вот так сейчас секунду постараюсь машину как открыть а сейчас получается я не могу этого делать сейчас секунду я поставлю вот сейчас получается я не могу этого делать не могу регулировать и и что мне делать я тер не знаю потому что конечно без этого очень неудобно сильно газанула без газа теперь не заводится машина только с газом вот кстати еще машина в ремонт ставить поэтому я не знаю и деньги нужны и детей надо часы льет давать на подготовку к школе это тоже сумма денег алиментов не хватит если просто скромно жить тогда хватит а если жить нормально да конечно не хватит надо работать потому что саша да я и не требую от него чтоб он детей обеспечивал не требую но меня-то уж как свою женщину можно было бы обеспечивать в нормальных семьях живут люди так поехали сюда вот в общем оверлок я забрала продолжу свое шитье продолжу свое шитье будешь жить что делать с лапкой с регулировкой пока не знаю сейчас приеду посмотрю еще раз инструкцию начали смотреть если я знаю что оно должно регулироваться поэтому надо будет поискать где-то в интернете может быть какие-то сервисные центры этот мастер а он на дому работает но чинит нормально чинит мне в принципе посоветовали как раз таки в швейном магазине вот и но наверное надо все таки поискать какой-то сервисный центр я так думаю что то с этим решить ладно все уже по и порулила поэтому неудобно основную мысль высказала сказать не больше пока что нечего никаких других новостей еще у нас не случилось хороших поэтому поделиться в принципе больше и нечем дождь идет потеплеть то потеплела но идет дождь и мне честно сказать я сейчас очень не хочется идти в дождик в грязь слякоть и пытаться мазать откосы что-то делать честно скажу мне не хочется я люблю тепло но так сейчас посмотрю дома по обстановке по самочувствию спасана папа самоощущение может я сейчас домой приеду отогрею поем раздуплюсь и пойду да сделаю она же знаете как глаза боятся руки делают да ладно надо еще и пристегнуться я не пристегнулась если будет что-то интересное обязательно с вами поделюсь идет дождь вообще нет это снег мокрый тут же тает вот как я блин даже не представляю чистим с димкой печку мы я чищу а дима выносит уже заканчиваю чистим смысле просто чистим не не дымоход да я снимаю сынуль а просто чистим зала сыпется везде но здесь то само собой а тут стоит ящик вот этот и под ящик тоже каким-то образом попадает зараза я стараюсь аккуратно чистить никому не даю чистить потому что что саша что дети когда чистят тут все летит во все стороны дым ну не дыма вот это зала стоит столбом пыль столбом стоит и так пыльно очень а так вообще прям я вот так вот ссыпаю ее ой господи хоть чуть-чуть достать выговорить оттуда да все уже наверное хватит гвоздей конечно много очень много гвоздей так и вот этой бутылкой пшикаю чтобы через дом пронести чтобы с кухни вынести чтобы она не сыпалась не летела во все стороны постоянно пыльно здесь все время не знаю как то грязно у нас этот год а почему не знаю то ли дымоход то ли хрен его знает что с дымоходом делать тоже до сих пор не знаю потому что потому что я не планировала я надеюсь ну как я считала что мне дымоход поменяли на новый и все или опять я могу не заморачиваться тут оказывается не тут то было надо опять заморачиваться так ладно будем печку часто пить спит он так для поэти все бывает вот так раскинется и спит лежит тут у нас дима мастерит сидит не буду показывать потом покажу что дима мастерит хочу вам сейчас кота показать как он спит шпит да барсюнь басюся борюсь я баррюся сонька ты сонька ой что такое басечка барсик барсик кот в неадеквате и что это такое и что это такое а ну ты чё делаешь ты чё делаешь ай-яй-яй барсик барсик барсик